Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бельканту. Меня зовут Елена Корнеллис и Сысоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы Полини Милоки и Дельмонака. Сегодня я приглашаю вас послушать голос прекрасной итальянской певицы Аниты Черкуетти, драматическая сопрано. Её голос используют одну из старых итальянских вокальных школ. Многим близкую. Эта школа близка к школе Милоки. И особенность её голоса – это фокусировка, мягкость голоса и большая ровность. Если внимательно послушать, то она всё поёт не выше вот этого места. То есть, когда вы видите картинку для тех, кто интересуется, и там написано вот здесь эта нота, эта нота, эта нота, в старой итальянской школе этого не существует. Там всё выверено, и фокус идёт назад. И поэтому все верхние ноты, послушайте, как берутся, они правильно берутся. В школе Милоки чуть-чуть есть другие дополнения, но основная линия вся соблюдена. Поэтому голос имеют тембральную ровность, очень серьёзную, очень правильную тембральную ровность. Очень интересная женщина, которая пела большой драматический репертуар 10 лет всего лишь. И, как написано в некоторых источниках, так много пела 10 лет, большое количество выступлений было, что она перетрудилась. То есть, была утомляемость большая. На самом деле, я не знаю, что было, но она была звездой. Однажды, заменив Калос уже в очень известной постановке, она проявила себя для очень большой публики. Существует только хорошее качество её записей. Мне очень нравится её работа в Аджаконде, в Помпьеле. И она очень интересно интерпретировала норму. У неё своё видение этой музыки. Большая культура вокала. Нет желания просто выйти на эффект. Уважение к вокальной культуре. Это слышно в голосе. Техника сама позволяет такое заключение сделать. Есть записи с прекрасным составом певческим. То есть, звёзды мировой стены того времени пели вместе с ней. И для нас с ними, можно так сказать. И я поставлю ссылочку на разные выступления. Поэтому она заслушивает внимания. Я думаю, что эта женщина имела очень сильный характер. И не поддалась соблазну вернуться, если это не хотелось. В принципе, люди бывают разные. И может быть, она помимо усталости ещё потеряла цель. Потому что когда ты спел всё, что только можно, самое сложное, на самых больших сценах или на хороших больших сценах мира, может быть, для неё это было вполне достаточно. Потому что человек ставит цель. И не всегда дело в бизнесе, в пении, как в бизнесе. Поэтому, почему она не вернулась, как бы, оставится при ней. Но её пение заслуживает внимания. Так как оно относится к старому итальянскому пению, по технике. И пение имеет большую культуру. Сдержанность эмоциональную. У неё другое видение образов. Если сравнивать с другими драматическими певицами. У неё есть очень узнаваемый тембр. Интересная певица. Как только я узнала о ней, я много раз слушала её исполнение. И вычленяла для себя, вот что мне было интересно. Чем она отличалась в каких-то конкретных местах арий, дуэтов. То есть, а что она делает конкретно там в сложном месте. А пойду я так делать? Могу я так сделать или нет? То есть, я пошла на сравнение. И я думаю, эта певица будет особенно интересна для тех певиц, кто действительно этот репертуар поёт. Драматический репертуар. Всего доброго. До свидания.